День города и Марина Комиссарова на ваших экранах. Здравствуйте! Чем запомнился первый день ноября в нашему городу? Смотрите в ближайшее время. Программа расселения аварийного жилья соединяет людей. Или почему двум семьям предлагают переехать в одну квартиру? Сезон шипов. Телекомпания «Город» провела совместную акцию с ГИБДД. 30 октября глава региона Николай Любимов вручил вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову орден дружбы. Губернатор Николай Любимов отметил, что награда, которая вручается вице-губернатору Рязанской области Грекову, согласно указу президента Путина, это высокая оценка преданности Отечеству, готовности всегда отстаивать интересы Родины и безвозмездно помогать людям. Он проявил себя в непростое время, когда бежавшие из Украины от ужасов гражданской войны беззащитные женщины, дети, старики нуждались в защите и поддержке. Игорь Михайлович был одним из первых, кто откликнулся и протянул руку помощи. Но такие поступки способны немногие, поэтому столь высокая оценка главы государства. При поддержке Игоря Михайловича Грекова более 3,5 тысяч жителей Донбасса, оказавшихся без средств к существованию, были обеспечены жильем, питанием и лечением. При его содействии детей приняли в детские сады и школы. По словам Николая Любимова, благодаря инициативе Игоря Грекова, одаренные молодые люди получили возможность проявить свои способности и таланты на престижных творческих патриотических конкурсах. Им была организована благотворительная акция «Звезды выполняют мечты детей Донбасса», участниками которой стали известные артисты. Особо губернатор отметил проводимую Игорем Грековым патриотическую работу, в частности по организации доставки гуманитарных грузов в Донецк и Луганск. Кроме того, при его поддержке на Поклонной горе в Москве открыт мемориальный комплекс «Памятный знак», посвященный городам воинской славы. Важные изменения в правила дорожного движения вступают в силу в России. Новость, которая касается всех автомобилистов. 30 октября вступили в силу важные изменения в ПДД. Первое касается движения на перекрестках. Теперь на особо сложных участках будет специальная разметка. Второе – приоритеты при круговом движении. С 8 ноября на перекрестке равнозначных дорог, обозначенном круговое движение, водитель будет обязан уступить дорогу автомобилям, которые едут по кругу. Причина – рост мелких аварий на перекрестках с круговым движением. Виной тому, считают эксперты, путаница в правилах. В одних случаях уступали дорогу те, кто двигался по кругу, в других – наоборот, кто на круг въезжал. Теперь правила будут едины для всех. К слову, в Рязани существует несколько круговых движений с разными правилами. Например, недалеко от платного переезда. Здесь как раз тот случай, когда главный на дороге тот, кто по кругу едет. Такими скоро станут все круговые движения в стране. Кстати, такие же правила установлены и в европейских странах. А на Площади Свободы, одном из самых популярных круговых движений в городе, пока еще действуют старые правила. В приоритете автомобиль, въезжающий на перекресток. Но уже в ближайшие дни рязанцам придется привыкать к новому порядку. Приоритет получит тот, кто движется по кругу. А въезжающим придется дорогу уступить. Абсурдная ситуация сложилась у жителей одного из рязанских многоквартирных домов. В этом жилом, пока еще доме, всего две квартиры. Остальные давно опустили. Дом признан непригодным для жилья. И вот-вот оставшихся жильцов переселят. Новое жилье двум нуждающимся семьям предлагают одно на двоих. Выходит, что программа расселения аварийного жилья в Рязани действительно работает, но очень странным образом. Как и почему двум совершенно не имеющим друг к другу отношения семьям предлагают переехать в одну квартиру, разбиралась Ирина Ковалева. Деревянный теремок, спрятанный в центре города на улице Семинарской, с первого взгляда не производит впечатления жилого. Выбитые и раскрытые настиж окна вокруг горы мусора, а табличка на подъезде гласит, что жильцов должны были расселить еще до июня 2017 года. Однако две квартиры до сих пор остаются жилыми. Елена Завьялова и Ваха Шамаев оказались заложниками весьма странной ситуации. Дело в том, что администрация готова выделить им квартиру, но почему-то одну на двоих. Мы не можем понять, почему. Они просто объединили, а мы даже не видим ни подписи, ни заявлений, на каком основании нам это делают. Мы предоставили все документы, что у нас разные лицевые счета, разные входа-выходы. Его квартира отдельная, моя, у нас просто общая кухня, как коридор считается. Все, больше у нас ничего нет. Когда мы начали оспаривать это решение, мне есть такая Столярова. Она мне открыто сказала, будешь много говорить, вообще ничего не получишь. Ну, наглую, прям при моем адвокате. Ты есть никто, и тебя звать никак. Елена и Ваха написали уже не одно письмо и в прокуратуру, и уполномоченному по правам человека, и в администрацию президента. В ответ приходят только отписки. На прием губернатору попасть им никак не удается. Сейчас идет судебный процесс по их принудительному выселению из аварийного жилья. Елена с соседом не против. Но только в том случае, если им, как и положено по закону, предоставят две отдельные квартиры, а не одну, которую в администрации соседям предложили продать и на вырученные деньги купить две квартиры. Мы предложили администрации продавать и дайте нам отдельно, так как всем получили у нас жильцы, получили все на лесопарковый пятиэтажный дом у всех отдельные квартиры. Также весь дом считается у нас коммунальным. Соседям приходится проживать в доме, который уже давно был признан аварийным. Здесь протекает крыша, а воду, чтобы постирать и помыться, приходится набирать буквально по каплям. Вот это наша вода, которая вот навсю до конца откручена. Мы набираем непосредственно в канистры, также готовим, также стираемся, убираемся. К слову, горячей воды в этом доме не было никогда. А готовили жильцы всегда на электрических плитках. Но теперь они лишились и отопления, а наступивший ноябрь далеко не самый теплый месяц. Дом этот, по словам Елены Завьяловой, появился здесь в 1936 году. Причем его не построили, а привезли разобранным из Солочи. И уже на месте собрали вот этот деревянный теремок. Можете себе представить, в каком состоянии на сегодняшний день находятся имеющиеся коммуникации. Суммируя все вышесказанное, делаем вывод, жить в таких условиях практически невозможно. Отопления здесь нет, крыша протекает, воды тоже нет. Ну разве что так, что капает с крыши. Но и въезжать двум абсолютно посторонним людям в одну квартиру, согласитесь, тоже не дело. Наша телекомпания отправила запрос в администрацию города с просьбой разъяснить, каким образом могла сложиться подобная ситуация. Когда ответ будет получен, мы обязательно еще раз вернемся в дом номер 13 Г на улице Семинарской. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». По новому законодательству ужесточился штраф за то, что на машине нет таблички с буквой «Ш». Многие автолюбители уже давно перешли на зимнюю резину, но до сих пор не обзавелись такой табличкой. Наша телекомпания совместно с инспекцией ГИБДД решила исправить ситуацию. Метеопредупреждение на последний месяц осени от МЧС. Снег, дождь и холодный ветер. Зима становится все ближе и автолюбители продолжают менять летнюю резину на зимнюю липучку или шипованную. До недавнего времени знак с буквой «Ш» на заднем стекле транспортного средства устанавливали по желанию, чтобы информировать других участников дорожного движения. Ситуация кардинально изменилась с апреля 2017 года. Теперь наличие этого знака у автолюбителей с шипованной резиной обязательно. Однако из-за большого спроса на наклейки купить их сейчас практически невозможно. Да, очень быстро раскупают. Где-то 1400 было за выходные. Все разобрали до одной. Сейчас наличия их нет. Такое нововведение для водителей действует только первый сезон. И пока далеко не все автолюбители о нем знают. Штраф за такое нарушение 500 рублей или предупреждение. Наша телекомпания решила помочь автолюбителям с новым пунктом ПДД. Сегодня госавтоинспекция совместно с телекомпанией «Город» проводит акцию, направленную на популяризацию использования знака шипы. С вручением данных знаков шипы водителям напоминается о необходимости соблюдения скоростного режима бокового интервала и дистанции. Наклейка шипы используется для предупреждения автомобилей, которые едут сзади, о том, что резина ошипованная и тормозной путь будет короче. Это должно стать сигналом для них соблюдать должную дистанцию. На нашу акцию водитель реагирует положительно. Я смотрю, вот вы приобрели себе зимнюю резину именно шипованную. И для того, чтобы ваш автомобиль всегда соответствовал правилам дорожного движения, дарим вам такой знак, который вы закрепите на задней части вашего автомобиля. Спасибо большое. Некоторые водители поспешили сразу же приклеить наклейку на заднее стекло автомобиля. И хоть погода была скорее осенняя, чем зимняя, на шипованную резину перешли уже почти все автолюбители. Для тех, кто еще не успел переобуться или как раз занимается этим, была организована совместная акция нашего телеканала и автосалона «Омега-центр». В нашем техническом центре нашим клиентам мы также напоминаем в момент прохождения сезонного смена резины о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и наклеить специальный знак, который свидетельствует о ошипованности резины. Водителям также была вручена дефицитная наклейка с буквой «Ш». Теперь беспокоиться о штрафе не стоит. Остается еще раз напомнить, как же правильно приклеивать этот знак. Наклейка с буквой «Ш» должна располагаться на заднем стекле автомобиля и так, чтобы не загораживать обзор водителя. Прежде всего, нужно все подготовить. А затем приступаем к наклеиванию. Всего в акции по раздаче водителям наклеек с буквой «Ш» было раздано несколько десятков знаков. Такое мероприятие мы планируем повторить вновь. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Оплату парковки можно отложить. Об этом заявил глава города Владислав Фролов. Скоро плата будет приниматься до 23 часов 59 минут текущего дня. Погасить долг возможно исключительно через личный кабинет на сайте РЗН Паркинг. Напомним, что парковку уже можно оплачивать как через банкоматы, так и с помощью мобильного сервиса Сбербанка. Также глава города отметил, что штрафы для физических и юридических лиц уменьшатся до 1000 рублей. Законодательная инициатива поступила от Городской думы и мэрии. Она направлена в областной парламент. Ранее сумма штрафа колебалась от 1 до 10 тысяч. Железнодорожный транспорт считается самым безопасным видом наземного транспорта, но сама железная дорога, как известно, ошибок не прощает. В Рязани в последние годы идет активная борьба с нарушениями при переходе через железнодорожные пути. И причина тому самое серьезное с начала года 17 человек погибли, пытаясь перейти дорогу поезду. Пешеходный переход, расположенный напротив стадиона ЦСКА на улице Спортивной, давно считался одним из самых опасных в нашем городе. Бывали случаи, что здесь гибли люди. Причины смерти пешеходов различные, но во многом их безопасность зависит от качества перехода. Пешеходный настил должен соответствовать установленным правилам, он не должен быть ниже установленного уровня, выше установленного уровня, чтобы человек не зацепился опять же обувью за рельсу или за выступающей части пешеходного настила, соответственно, не мог травмироваться. Также должны быть указатели расположенного движения, накопительные площадки для того, чтобы люди могли ожидать времени перехода. Вот так должен выглядеть образцово-показательный пешеходный переход на железной дороге. Здесь есть все. Площадка, на которой граждане могут подождать, пока пройдет очередной поезд, а также светофор, который подает сигналы для пешеходов. Это теперь переход на спортивный почти доделан. Вблизи перехода нет больших выбоин и ям. Дорожное покрытие рядом с ним оставляет желать лучшего, но в целом ходить по нему можно. А еще несколько лет назад этот переход являлся большой проблемой для граждан. Раньше дорога была вообще никакая, так что гораздо лучше стало. Трагедии, которые стали нередким случаем в этом месте, привлекли внимание транспортной прокуратуры. По результатам прокурорской проверки были возбуждены административные дела, внесено представление в структурные подразделения ООО РЖД и также предъявлен иск в суд. Результатом работы прокуратуры можно считать тот факт, что в данный момент ведется ремонт данного пешеходного перехода подрядной организации и по результатам проведенных ремонтных работ прокуратуре будет дана оценка состояния безопасности на данном пешеходном переходе. Сегодня переход почти доведен до идеального состояния и это уже оценили сами пешеходы. Все оборудованы, спокойно перешли. Еще не доделали, а так устраивают абсолютно здесь. Делают точно так же, как и в предыдущем переходе. Я даже не знаю, вот первый раз его вижу, в принципе, но вот эта вот конструкция мне что-то не очень понравилась, я думаю, что все будут вот так обходить, как я сейчас это сделала. Единственное, чем остаются некоторые люди недовольны, это накопительной площадкой на переходе, с одной стороны которого она имеет зигзагообразную форму и ее строительство полностью завершено. Для тех, кто торопится, не так удобно, зато безопасно, а с другой стороны перехода эта конструкция появится в скором времени. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В спорткомплексе «Планета спорта» в городе Сасово прошло торжественное мероприятие, посвященное старту всероссийских открытых соревнований общества «Динамо» под дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, посвященных памяти капитана милиции Андреева, погибшего при исполнении служебного долга. Турнир был организован при содействии правительства Рязанской области, правоохранительных органов и органов безопасности региона и совпал со Всемирным днем дзюдо. 28 и 29 октября «Планета спорта» в городе Сасово прошли открытые всероссийские соревнования общества «Динамо» под дзюдо среди юниоров. На турнире выступили команды со всех уголков России. Турнир прошел в день празднования Всемирного дня дзюдо и посвящен памяти капитана милиции Андреева, погибшего при исполнении служебного долга. В составе участников соревнований вошли сильнейшие дзюдоисты России, победители и призеры чемпионатов первенств Кубков Европы и мира. В данном чемпионате приняли участие 19 команд из семи федеральных округов Российской Федерации, среди которых 4 мастера спорта, 78 кандидатов в мастера спорта и 30 перворазрядников. В состав команды Рязанской области вошли 16 спортсменов. На церемонии открытия соревнований перед собравшимися выступили солисты культурного центра ОМВД России по Рязанской области, ансамбль народного творчества города Сасово и барабанная группа. В течение двух дней юниоры состязались в разных весовых категориях. Все схватки были очень яркие и напряженные. Борцы показали достойные результаты. Заместитель председателя Рязанского общества «Динамо» полковник внутренней службы Дмитрий Харькин поблагодарил участников соревнований за проявленную самоотверженность, волю к победе и подчеркнул, что чемпионат прошел на высоком уровне. Почетные гости наградили победителей и призеров, пожелав им новых побед и успехов по службе. Лучшие спортсмены представят свой регион на чемпионате России под зюдо. Рязанский приборный завод принял участие в ударной десятке. Более тысячи сотрудников предприятия смогли узнать силу своего удара. За их результатами следила наша съемочная группа. Силу удара проверили сотрудники Рязанского приборного завода. Спартакиада приурочена к десятилетию компании «Ростех». Она проходит в 15 регионах России. Участники, которые покажут лучшие результаты, поборются в Москве за главные призы. 100 тысяч рублей в личном зачете и 150 в командам. Я очень надеюсь, что победители сегодняшние будут участвовать в финале и, как обычно, и на высшая традиция, вернутся с финала с наградами, с медалями и с призовыми местами. Поддержать спортивный настрой участникам помог танцевальный коллектив Рязанского приборного завода и специальный музыкальный гость – оркестр летучих барабанщиков. Право нанести первый удар и открыть турнир предоставили двукратному чемпиона мира по самбо Уали Куржеву. Главное – поставить перед собой какие-то цели, задачи и идти к ним. Задача участников как можно сильнее ударить по груши, в которую встроен специальный прибор, позволяющий вычислить силу удара. Измерения фиксируются в килограммах, претендентам дают три попытки. Настроиться на рекорд им помогают опытные тренеры. Представить, что вы хотите пробить мешок насквозь. Просто представили и нанесли удар. И вот это представление, такой психологический маленький аспект, он помогает нанести удар в два раза сильнее. Рязанские соревнования стали самыми массовыми. Проверить свою физическую подготовку пришли около тысячи сотрудников приборного завода. Заинтересовало, интересно стало, интересно, захотелось попробовать себя. На что я способна? Очень понравилось, очень большой выброс адреналина, заряд энергии получили, я думаю, на целый день. Все весело, все здорово, прекрасно. Я рад, что на заводе проводятся такие мероприятия. Принять участие мог каждый желающий, возраст и уровень подготовки значения не имели. Николай Слобожан работает водителем, ему удалось ударить по груши с результатом в 447 килограмм. Для сравнения, боксирующие спортсмены выбивают только 350 килограмм. Нет у меня опыта, просто так я сам по себе. Хрупкие девушки не отстают от мужчин. Легкоатлетка Любовь Сычева смогла ударить по груши с силой 166 килограмм. Эмоции, конечно, зашкаливают. Первый раз принимаю участие в таком для себя новом виде состязании. Поэтому, если честно, не ожидала такого результата, но все супер, все понравилось. Победителем рязанского этапа среди мужчин стал менеджер Даниил Шувалов. Он ударил по груши с силой 497 килограмм. Лучшей среди девушек оказалась инженер-конструктор Маргарита Данилина. Ее результат 188 килограмм. Стоит отметить, что на рязанской земле праздник силы удара прошел впервые, но оставил неизгладимое впечатление в сердцах участников. Сотрудники приборного завода еще раз на практике убедились, что они не просто дружный коллектив, но и очень спортивный. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. До свидания. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Редактор субтитров А.Семкин